Итак, вот мы оказались, собственно, уже в бездне, и... это что? Ааа... 25-й день месяца дождя. Я делаю это ради науки. Риск велик, но я твердо намерен найти ответ на свои вопросы. Рано или поздно истина станет явной. Другие осудят меня, но их гложат те же вопросы. Они просто боятся искать ответ. Единственный способ попасть в ритуальную твердыню, разломан на части. Время вокруг него остановилось в тот момент, когда древние врата рухнули. Я нарушу самые давние, самые священные заветы нашего ордена, даже если просто приближусь к ним. Если же попытаюсь войти, сомневаюсь в успехе, но должен попробовать. Что бы ни случилось с моим телом, я знаю, что мои изыскания надежно спрятаны в келье. Я шел к этому моменту всю жизнь, все годы впустую, потраченные в Академии Натура Философии. Годы служения безглазым, годы в этой обители. Возможно, сегодня я наконец-то раскрою тайну древнего языка. Так, ну его келью-то как раз мы и не могли открыть. Ну попробуем, походим, посмотрим, что тут есть. Он спит в центре всего. Стоит ли это того, чтобы наконец увидеть реальность, увидеть то, что за границами этого мира? Опа, и этот пацан нас еще палит. Так, подождем пока, посмотрим вообще, что он из себя представляет. Какая-то очень неприятная штуковина. Сейчас будем думать, как ее обойти. Будем сейчас что-нибудь придумать. Ой, а что я так далеко-то? Как будто я на месте там нигде не сохранился. Странно, конечно. Но сейчас продублирую сохранение. Будем думать, как нам тут пройти. Долго купаться в энергии бездны. Ну, прыгнем мы наверх, а что наверху вот. Блин, как вас обойти всех придурков? Так как? Как вы меня на этот раз-то увидели? Ну, капец, конечно. Как вас обойти, понять не имею. Так, я в текстуру попал. То, что за границами этого мира. И что дальше? Так, ну теперь мы хотя бы знаем, как они здесь передвигаются. Иногда жалею, что у меня появилась тяга к запретному, к преображению. Одна постоянно смотрит туда и одна ходит. Так. А как вот этот себя ведет, он сейчас туда зайдет? Так, ну скорее всего мы дропнем вниз, когда вот это уйдет. Здесь, блин, сейчас эту ходит. Блин, какой телепорт хороший у нас был, и мы его просрали. Ну-ка сейчас попробуем еще раз его поставить. Я не знал, что там уступ есть, по которому можно перейти. Чужой среди нас. Есть там кто? Так, успел. Я не чувствую, как он смотрит на стену. Я не чувствую, как он смотрит на стену. Ух. Так, ага, так мы с другой стороны здесь теперь ходим. Вот все, я понял. Мы с другой стороны находимся. Вот это да. Привет, ребята. Так, блин, ну спуститься-то здесь, но надо это сделать тоже аккуратно, лишнего шума не наделав. Кто-то нарывается на неприятности. Что-то. Теперь надо посмотреть вон там. Мы разобьемся. Мы разбились. Круто. Да, вон к сейфу Мальхиоди мы идем. Иногда я чувствую, как он смотрит мне в спину. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Ты нас не видишь. Там еще этот парень ходит наверху. Есть причина, по которой они здесь и не в данном виде. Так, как мы тут можем пройти-то? Через вверх надо однозначно пликнуть. Черт. Черт. Так, для этого надо снова забраться наверх как-нибудь. Да, можно через этот стук попытаться. Что-то тут не так. Почему их так много? Там кто-то есть? Тихо-тихо-тихо. Мне просто надо поспать. Да, тебе нужно поспать. Так, ко мне. Есть там кто? Черт. Ну, я был близок. Крайней мере. Столько не пришлось пожертвовать. Титулами, родными, всем. Столько для того, чтобы наконец увидеть реальный. Что они увидели, глядя в посланной области. Ой. Когда я услышу слов. Когда займу свои места среди них. Так, и нужно сейчас к этому сейфу прократиться. И этот придурок все еще стоит и смотрит в ту же сторону. В общем, они стоят точно так же, как и стояли бы, когда мы здесь первый раз были. Так, я сохраню здесь, потому что сейчас я опять же буду много косячить. Так, где он в бутылке, которую я буду кидать и отвлекать всех? Ну, там парень и тут ходит. Ладно, ты ушел, что ли? А, нет, ты не ушел. О. Ну-ка. Нет? Вас ничего не смутило? Странно. Может мне... Так, а там баба с метелкой, она тоже в нашу сторону смотрит. Хотя, там вот эта вот штука, из-за нее она, в принципе, не должна увидеть. Не в теории. Тихо, тихо, тихо. Да что это похоже? Так долго купаться на бутылке? Блин, чё ты сюда-то приперся? Подлец. Я только вниз хотел спустить дверь. Тут. Блин, куда-то свалил. Стаканов в него кинул. Как мивозагричи, пацанов таких. Любопытство тебя погубит! Нет, неправда. Выходи, мы с тобой еще не закончили. Родные все. Они что-то и... Вот так вот, поняли, да? Ну, по крайней мере, тут нашли различие локации, что когда мы... Там был тупик и одна кровать. А сейчас мы зашли и там целая ложа. А, вон, сейчас мы его видим. Надо, чтобы вот этот тоже ушел. Иногда жалею, что у меня появилась тяга к запретному. К преображению. Провицы, так кто здесь? Как основатели еще здесь? Свои посты застались лень. Так, стакан мы подобрали. Сейчас попробуем отвлечь пацанов на что-нибудь другое. Что произошло? Эээ, погоди. Я по-быстрому взгляну, что там. Никого? О! Надо бы осмотреться. Он спит в центре всего окутанных. Код от сейфа, возможно, связан с этими странными символами. Так, давайте послушаем, что нам аудиограф скажет. Так, текста нету больше ни другого. А где амулет? Наверное, в сундуке лежит. Это метка чужого? Он был безумцем, как и все они. Что он узнал? Топография бездны зависит от реальности. Первая отражает материал второй. Но есть одно место, которого нет в нашем мире. Однако я знаю, что бездна видит его в наших сердцах. Мои братья называют его ритуальная твердыня. Для одних это колыбель, для других гробница. Там прибывает чужой. Приближаться к вратам твердыни святотатства и самобестно удерживает их запертыми. Поистине, ритуальная твердыня существует вне времени. Входить в нее строго запрещено. Да и невозможно. Об этом я подумаю позже. Исследование древнего алфавита продолжается. В старых текстах сохранились остатки фонем соответствующих буквам. В языке необычное количество дифтонгов, значение которых зависит от высоты и тона. Эти символы. Я знаю, что сквозь них течет самобездна. Но мертвый ли это язык или язык мертвых? Быть может, я назову так следующую монографию. Так, хорошо, что хоть никто не загрелся и не пришел нас валить. Так, я так понимаю... Так, нужно найти из чего состоит этот символ. Шесть... Так... И... Два шесть, да? Два шесть... Два шесть девять. Два шесть девять. Так, вот это есть. Вот это есть. И вот это девять. Ммм... 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 Да, два шесть девять должно быть. Или может девять два шесть. Ммм... А, шесть девять. Два шесть. Ммм... Так, стальные кости. Ну и чё это такое? Ммм... Понятно, меньше урона получаем. Так, дневник Мальхиоди. Второй день Месяца Тьмы. Я установил точный смысл вязи. Появляющийся на плоти тех, кому довелось повстречать чужого. Это его имя. То самое, которое он забыл. Слившись с бездной, если вернуть ему имя, древний ритуал, совершенный провидцем, много лет тому назад утратит силу. У меня от этого откровение мурашки по коже. Я обнаружил катализатор, способный уничтожить все, чего достигли мы с коллегами. Одиннадцатый месяц холода. Одиннадцатый день месяца холода. Меня по-прежнему терзает этот древний язык. Его правила произношения не совпадают ни с одним из людских языков. Возможно, тогдашние жители общались с духами. Но домыслы — один из главных врагов филолога. В поисках истины дальнейшее изыскание требует нарушить один из важнейших заветов нашего ордена. Никто не входил в ритуальную твердыню с тех пор, как чужой слился с бездной. Но если я найду проклятого духа, который сможет прочитать этот язык, это влечет и пугает меня в равной мере. Двадцать седьмой день месяца холода. Презрев осторожность, благоразумие, верность заветам, я иду дальше. Я не могу бросить свои изыскания. Это место, этот ковчег, где сокрыто тело чужого, манит меня. Если кто-то узнает, что я хочу войти в ритуальную твердыню, мне конец. Метка? Это имя чужого? Тут сказано, что его могут прочесть только духи в бездне. Так, сейчас надо будет отсюда выбраться еще как-то. Эта дверь должна быть закрыта. Че, он сейчас сюда прибежит. А, серьезно? Куда ты сюда идешь? Братья и сестры! Этот фокус... Ах, чудак! 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 Блин, че, он мне не взломал еще что-ли? Метка? Сохраняемся. Это имя чужого? Тут сказано, что его могут прочесть только духи в бездне. Ага, и тут путь прямо к чужому. Так, согласно линейку Мальхиоде, метка чужого и есть его настоящее имя, написанное на забытом языке. А если сказать его чужому, то тот придет в свободу. Холодной, холодной тьме. Эта дверь должна быть закрыта. Да пою мать слупок, а! Эта дверь должна быть закрыта. Мне еще не доводилось видеть столько провидцев вместе. Друзья! Класс! Как меня еще угрозило перед открытой дверью сохраниться. Я же сохранялся перед закрытой. Эта дверь должна быть закрыта. Вы поймай меня, ублюдок. Кто-то нарывается на неприятности? Так. Фух. Скрылся. Может здесь. Так, и вот здесь я сохранюсь по-нормальному. Ага, отлично. Не идем к чужому. Попытаемся спасти парня. Только я вот не всем понимаю, где он. Что произойдет? Никого? Теперь надо посмотреть вон там. Надо бы осмотреться. Тихо-тихо-тихо. Да как вы меня видите? Да как? Посмотрим на что способность. Да, я решил, что суицид лучше выход. Видимо нужно идти в начало уровня. Начали. Просто прелестно. Так, надо подождать тогда, когда он уйдет и по его маршруту. Хм. Давай в Алицию. Чем скорее этим лучше. А то я не дождусь там, когда эти уйдут. Да я чувствую, как он смотрит мне в спину. Так. Ну, припрячемся немножко. Так. Так. Господи, я аж сдрогнул. Думал он к нам. Что? Сюда! Амой! Так как вы это делаете вообще? Подлецы. Ну а туда ты зачем пошел? А ты зачем? Так. Столько пришлось бы это. Слечит у меня. Слечит у меня. Слечит у меня. Слечит у меня. Все. О, господи. Он передо мной встал. Чтобы наконец. Увидите я. Кто там? Так. Раз эти парни уходят. Возможно. Нам имеет смысл телепорту. Телепортнуться за спину этой девки. А мы что-то есть. На что именно? Да она. Не успел. Ну там тяжело успеть. Нас замечают. Сразу она чуть ли не на одном пятаке вот ходит. Вот просто на одной ноге. Тяжело ее так обойти. Ммм. 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 Так, ну допустим. Может, ты не будешь смотреть в ту сторону? Ай-яй. Фух, я не знаю, как меня не поймали вообще сейчас. Так, аудиограф отстает очень соблазнительно. Ай-яй. Вот они, ужасающие секендарные девиафаны об этих существах, населяющих бездну сказано в древних писаниях. Давно известно, что они связаны с этим местом, но увидеть их удается нечасто, да еще в таком количестве. Да существо, а. Не дают послушать. Интересно, меню паузы это можно сделать? Что это? Кассету. Да сука, твою мать, а. Вот я уже, казалось бы, находился за камнем, и он меня заметил. Ну, я не знаю, как это происходит. Мне не хватает очков телепортации. Как так их так мало-то остается? А, у меня уже здесь их не хватает. Тихо, тихо. Без вариантов, вообще просто нет шансов. Я не знаю, как это сделать. Мне не хватает маны просто. Но дальше-то мы все равно как, даже если мы ее брать не будем. Что бездна сделает с моим разумом, с моим телом? Да вы просто меня заебали, а. Вы вообще повсюду просто, вот, нету спаса от вас. Да. Давайте уже просто-ка съеду туда, слушаем. А то мне покоя не дают уже, просто. А-а-а-а, вот они, ужасающие звери, легендарные левиафаны. А-а-а, об этих существах, населяющих бездну сказано в древних писаниях. Давно известно, что они связаны с этим местом. Но увидеть их удается нечасто. Да еще в таком количестве. Они плывут сквозь бездну, будто по волнам безмятежного моря. Какие тайны им известны? Могут ли они их поведать? А какие песни они поют? До сих пор у нас не было ни средств, ни возможности записать их. Но сейчас... Ох, какой восхитительный рев! Китов, будто колыбельная или легия. Мы еще никогда не видели столько китов. Они собираются вместе. Но зачем? Для кого этот хор исполняет свою тоскливую песнь? Такое чувство, будто их пение может уничтожить мир. Вот это да. Так, мы тут заныкались. Надо как-то выбираться. Я здесь продублирую сохранение, потому что мы вроде бы в безопасности. Блядь. Так, твердыня где-то внизу. Так, че, вы сейчас и сюда пойдете? Надо посмотреть. Теперь надо посмотреть вон там. Твою мать, а. Друзья! Так, короче. Как-нибудь вас обойти? Я убиваю! Выходи! Так, тогда мне наверх, получается, не надо. Потому что там тупо упасть вниз только. Можно, конечно, на призрака отправить. На разведку. Ну да, ну придем мы сюда. И что дальше? Только если... Что это? А! Мой глаз будто в огне. Так, ну понятно. Вниз мы можем там спрыгнуть только на... Соответственно... Да, там... Платформа вот эта идет. По которой... Блин, как мы... Типа вот... Или как ее там? Арка. Так, ну должно получиться, мне кажется. Да откуда ты там взялся? Тебя же не было ни хрена. Ну капец вообще. Ну как они передвигаются? Ты же уходил куда-то. Так. Так, нам надо, в общем, с этого краешка спрыгнуть как-то. Ага. Получилось. Не зря на разведку ходили. Ох, мы соскользнем, я чувствую. Смотри так, смотрите-ка. Фух. Ну да, мы с самого начала вернулись. Как долго чужой тонет в сердце бездны? Не знаю, но меня спалили. Надеялся нахрапом взять, просто там пробежать. Ну то там палец стоит все-таки. Как долго чужой тонет в сердце бездны? Так, добрались таки. Он здесь. Я чувствую это. Ого! Вот это да. Это же кит. На самом деле я бы на столь интересном моменте бы завершил эту серию. Вот. И продолжил бы следующий, потому что у меня, к сожалению, не так много времени, чтобы было поиграть. И я считаю, что, в принципе, мы неплохо продвинулись. Так что давайте попрощаемся и обязательно продолжим следующий. Субтитры делал DimaTorzok Д Burada